Воркаут. Два этих слова уже давно на слуху современной молодежи. Городской вид спорта не требует больших материальных затрат. А эффективность тренировки настолько высока, что все больше и больше людей вовлекаются в этот вид спорта. Соревнования по воркауту проходят повсеместно. Вот и город Видное принял спортсменов из разных стран, которые соревновались между собой за звание лучших. Конец года. Самое время подвести итоги и определиться со званием лучших из лучших. Для этого в город Видное приехали спортсмены со всей Московской области, города Челябинск, Республики Крым и Армении. А также гостями соревнований стали сборная России по воркауту. Все участники соревнований уже стали чемпионами у себя на местах. И сегодня сильнейшие демонстрировали свое мастерство зрителям и друг другу. Всего 50 участников. Из них 40 из Московской области. Всех победителей ждали призы. За первые места это жилеты с утяжелителями. Это те любимые подарки этих атлетов, с помощью которых они тренируются. За второе место у нас будут напольные брусья. Это в зимний период. Любой атлет может дома также тренироваться. И за третье место гимнастические пальцы. Министерство спорта Московской области также подготовило подарки участникам соревнований. Часы, фотоаппараты, кухонный комбайн. Воркаут, тренировка тела при помощи собственного веса. Для полноценной нагрузки спортсмену необходим только турник и брусья. Именно поэтому этот вид спорта и стал так популярен на улице. Как и в любой спортивной дисциплине, у воркаута есть свои критерии оценки, согласно которым и можно определить лидера. Техника выполнения элементов, сложность, естественно. Ну и сам подход, как будут выполняться элементы. Самое главное – четко показать, красиво, чтобы никаких недочетов не было. И еще во время полностью уложиться. За две с половиной минуты каждый участник соревнований должен показать свое мастерство. Ласточка, подъем-переворот, горизонт, флажок – все эти элементы являются обязательной программой. Камо Иванов – двукратный чемпион по воркауту Республики Крым. Лидер движения у себя в регионе. По словам Камо, основная проблема для его команды – слабое финансирование. Но это только потому, что этот вид спорта не признан официальным. Как можем крутимся, какие-то сборы, сайнования. Ребята, кто-то засочит у нас в Крыму. Пока что ждем, надеемся. Вот этим мастерным классом показываем, что нас много. В Министерстве спорта Российской Федерации уже обратили внимание на этот вид спорта. И руководство Московской области делает все от него зависящее для того, чтобы эта дисциплина приняла статус официальный. Есть работа, которая идет. Мы все делаем для того, чтобы как-то это все-таки придать им официальный статус. Все, что от нас зависит, от Министерства спорта Московской области, мы все делаем. А пока спортсменам остается демонстрировать свое мастерство в ранге любителей уличной гимнастики. Хотя, глядя на отличную физическую форму ребят и сложные элементы, выполняемые ими, трудно назвать их любителями. Екатерина Чернышева, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.